Пять лет назад здесь ставили большие спортивные рекорды. Сегодня Олимпийский Сочи – столица больших инвестиций. Видны и политики, экономисты, руководители регионов, крупных отечественных и зарубежных компаний, почти 6 тысяч гостей. Российский инвестиционный форум – это площадка, на которой встречаются интересы бизнеса и региональной экономики. Если регион развивается, то приходят инвесторы, появляются новые производства. Закон рынка. В последние четыре года Брянская область демонстрирует качественный рост по всем направлениям. Потому уже как продолжение большой работы. На площадке Российского инвестиционного форума в Сочи подписано сразу три масштабных соглашения с компанией «Мираторг». Поздравляем участников с подписанием соглашения. Каждое из направлений уникально – это расширение производства птицы. Проект будет реализован до середины будущего года. Еще одно соглашение – мясопереработка. Причем ориентирован товар на выходе, на экспорт. 500 новых рабочих мест и только налогов в бюджет Брянской области – больше 200 миллионов. Именно наш регион выбран как площадка для совершенно нового направления работы агрохолдинга. Третий проект – это сексирование семени. Это у нас часть нашего крупного проекта, связанная с геномной селекцией, с производством эмбрионов, инвитрии, инвивы. Это все связано с повышением качества племенной работы как внутри холдинга, так и услугу будем оказывать для всех в России. Таких проектов практически… Это первый проект в России, ну и один из лучших, наверное, в мире будет. Все это делается командой, которая у нас создана в Брянской области. Нас уже более 10 тысяч человек. Мы довольны сотрудничеством. Нас область помогает. Брянцы вместе с нами работают. Брянская область, она геномично развивается. И одно из направлений – это сельское хозяйство. И сегодня компания «Миратор» вносит огромный вклад в наше сельское хозяйство на территорию Брянской области. И вот сегодня те соглашения, которые были подписаны, это объем инвестиций в более 10 миллиардов рублей. Это новые, это тем же существующим. Это и новые рабочие места, это и новая благомая база. Ну и самое главное, конечно, это выпуск продукции. В Брянской области будет создан самый передовой центр, который будет позволять применять технологию 21 веки как в производстве мясного направления скотового, так и в молочном направлении. Вот это, конечно же, очень важно. Это очень важно не только для Брянской области, но и для всей страны. Потому что это будет первый центр на территории России, и он один из лучших. Это то, о чем говорит президент. Когда мы должны создавать высокоэффективные рабочие места, и мы сегодня должны внедрять лучшие достижения в наше производство. Сегодня это на Брянской области делается. На форумных площадках все национальные проекты. В работе каждой из секций участвуют заместители губернатора. Энергетика как движущая сила. И если с наращиванием мощностей наш регион справляется, то поделиться опытом цифровизации полезно. У нас пущен рабочий режим, принята подстанция Белая Берейская на 500 кВт, которая позволяет нам дублировать подстанцию Новобрянскую. Это под выгодничьими. И мы сегодня, можно сказать, уверенно и более спокойны в обеспечении энергетики Брянской области. На сегодняшний день построенная подстанция Белая Берейская построена современными цифровой экономикой, то, что есть цифровизацией, интеллектуальной энергетикой. Подготовка высококлассных кадров со школьной скамьи в ходе форума и прообразования. Грамотные специалисты – залог развития экономики. Что такое социально ориентированное образование в вузах, разбирались на тематической секции. Мне очень приятно, что по тому направлению, по которому идет высшая школа Брянской области, мировая высшая школа и наша Россия, мы идем, ну, в принципе, так сказать, попадаем в десятку. Это очень правильно. И разговор очень интересный. И я думаю, что мы здесь очень много вопросов в дальнейшем вынесем на совет ректоров вузов Брянской области. В этом году национальные проекты в фокусе внимания Российского инвестиционного форума. Здравоохранение, увеличение продолжительности жизни, активное долголетие россиян, современные медицина и инновационные образовательные проекты, поддержка малого и среднего бизнеса. На пленарном заседании форума российский премьер Дмитрий Медведев подчеркивает, в стране время глобальных преобразований. Сегодня у нас принципиально новый этап. И речь идет уже не о точечных реформах, а о комплексных решениях, о комплексных преобразованиях практически во всех сферах. Причем одновременно. Национальные проекты, как я уже сказал, это действительно единая матрица, в которую мы постарались уложить жизнь всей страны. Вот, скажем прямо, никогда за историю современной России ничего подобного не делалось. Такого сложного, масштабного, амбициозного. Отдельно отметил глава правительства Брянскую область в числе первых в России заключивших соглашение с Министерством просвещения о строительстве кванториума. В Брянской, в Кировской областях, в Республике Алтай, в Забайкальском крае надо строить кванториумы, эти регионы, ну и другие регионы, были отобраны по итогам специального конкурса Министерства просвещения. Дмитрий Медведев привел примеры успешно реализованных с 2005 года нацпроектов. Мы тогда занимались отдельными направлениями. И надо признаться, к удивлению многих добились успехов в конкретных сферах. Ну вот, взять даже то же самое сельское хозяйство, когда мы начинали заниматься, то этот проект рассматривался почти как заведомо провальный. Но в результате АПК мы превратили в прибыльную отрасль, которая не просто кормит страну, а ежегодно увеличивает наш экспорт. И не просто увеличивает экспорт, а является ведущей экспортной отраслью нашей страны. Вот кто об этом мог подумать в 2005 году? По-честному сказать, никто. Лауреаты конкурса «Премия развития» за значительный вклад в социально-экономическое развитие России получили заслуженные награды. В их числе президент АПХ Мираторг Виктор Линник. Уникальная образовательная площадка заработает в нашем регионе уже в этом году. 800 ребят ежегодно смогут проходить обучение в Кванториуме по самым современным образовательным программам. На территории Брянской области будет реализовано 44 национальных проекта, на что привлечено средства из федерального бюджета более 20 миллиардов рублей, а в целом эта сумма составляет более 36 миллиардов рублей. Национальные проекты, здравоохранение, культура, образование, малая и средняя бизнес, цифровая экономика. Что будет делаться за счет выделенных денежных средств, как из федерального бюджета, так и из областного и местного бюджета? Это строительство дворца единоборств, строительство школы в городе Брянске на 1225 месяц, строительство детских садов, строительство пристроек к детским садам и другие масштабные мероприятия, которые нужны для развития Брянской области. Инвестиции не только в экономику, но и в человека – важный вектор, заданный премьер-министром Дмитрием Медведевым. Он сделал посыл на многие направления, где мы должны вкладывать в человека, в науке, в образовании, в коммунальной инфраструктуре. Все инвестиционные проекты должны соответствовать тем вопросам, что требует жизнь сегодня. И мы, наверное, на Брянщине делаем все возможное, чтобы в этом направлении двигаться вперед. На форумных площадках серии интервью федеральным изданиям и деловых встреч губернатора Брянской области Александра Богомаза продолжилось обсуждением международного сотрудничества с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Владимиром Семашко. Дипломат отметил аграрные успехи Брянщины и признал, что картофель Беларусь теперь закупает у своих соседей. Говорили и о мерах поддержки совместному предприятию «Брянск-Сельмаш». То, что проблемы были по «Брянск-Сельмашу» и по нашему «Брянск-Сельмашу», который я тогда озвучивал, озвучивал перед Валентиной Ивановной, Мастиховичем, комиссия там была создана, комиссия работала. Как итог, благодаря личному вниманию губернатора к производствам, положительно решился вопрос о предоставлении субсидий заводу сельхозтехники. Теперь удастся не только сохранить, но и нарастить мощности. Здесь же и о поддержке сельхозтоваропроизводителей. У нас программа развития сельского хозяйства, инженерное обеспечение села. И мы 20% мы даем дотацию как на белорусский комбайн, так и на русельник. Показал брянский производитель в Сочи свой товар лицом. Одна из самых вкусных площадок – дегустация жуковских сыров. Александр Богомаз узнает нюансы производства. Оборудование модернизировано, контроль на всех этапах. Местное сырье, отечественные сыроделы. Из-за границы взяли только французские рецептуры – лучших сыров с белой и голубой плесенью. На выходе продукт высочайшего качества. Не уступает европейским аналогам. Импортозамещение в действии. Этот продукт знают уже по всей стране. Брянский производитель меняет рынок, приучая покупателя к новым вкусам. Работа форума продолжится 15 февраля. Второй день обещает быть не менее насыщенным. Елена Лыщицкая, Сергей Казанов. События Сочи.